осторожно дух святой ощутите присутствие святого духа в церкви мир вам сестры братья приветствую вас на блоге виктора буслова познания друзья если у человека произошел несчастный случай и его обокрали кого мы вызываем полицию так ведь одни любят полицию другие не очень но очевидно когда происходит что-то плохое всегда приходят полицейские давайте представим такую ситуацию что в городе на площади стоит полицейский он стоит посреди площади и смотрит за порядком молчит а его окружает множество людей как люди на него реагируют что они думают что ощущают друзья стоит отметить в современной церкви есть личность которая знает каждого человека осторожно дух святой разделим всех людей на две категории кто не боится а вторые наоборот боятся полиции полицейский один в реакции людей разная от кого она зависит по от полицейского конечно от людей собственно говоря кто делает преступление будет прятаться или бояться что его поймают на обычные честные люди наоборот будут какой-то мере рады что он стоит на площади значит будет порядок и не будет беспорядков и можно спокойно отдохнуть поступки человека открывают мотивы то есть реакция человека на напрямую зависит от поступков самого человека он делает преступление или нет поступки человека формирует его отношение к этому полицейскому в божьем строении на земле церкви есть дух святой причем когда человек приходит церковь собрания общение верующих там всегда присутствует дух святой стоит отметить он видит все что происходит внутри каждого человека его поступки мотивы друзья как это прекрасно что нам даже ничего говорить не нужно а бог знает наше сердце жаль что наши окружающие так не могут так ведь но это как реакция на полицейского помним полицейский на площади не все кто приходит на площадь не хочет просто отдохнуть некоторые хотят воровать пьянствовать хулиганить откройте для себя силу святого духа осторожно дух святой и сила его как она может принести искупление и освобождение присоединяйтесь к нам когда мы исследуем присутствие святого духа в общине и о преобразующие влияния которые он может оказать на отдельных людей не пропустите эту просветляющую дискуссию подпишите сейчас чтобы посмотреть больше видео о духовном росте и учений о вере друзья когда вы ставите лайк или делитесь результате вы помогаете служению спасения и распространению слова божьего чистое намерение что и говорить не все кто приходят церковь имеют чистые намерения не искренность поступках грех против бога сбиваясь на путь лыжи мы грешим против духа святого движущего нашими сердцами друзья в церкви собрание верующих всегда присутствует дух святой который видит все все намерения сердечные и милость и искренность более того чистота и лукавство ничто не скрыто перед духом святым сегодня мы посмотрим как бог вас дает на поведение и намерение человека как это увидел друг бога давид бог не меняется он сегодня такой же искренность в наших поступках это любит бог более того идя по дороге искренности и чистоты с богом мы искренне и чисты с духом святым который движет нашими сердцами мы детально рассмотрим историю ананию и сапфиры как это было две тысячи лет назад на поведение в церкви общение святых и сегодня это не меняется осторожно дух святой посмотрим почему я применил фразу осторожно дух святой давайте посмотрим на давида царя на земле и друга бога он видел бога и открыл описал нам такую черту бога как воздаяние причем воздает по чистоте рук когда мы приходим церковь дух святой видит наше сердце и бог воздает вместе с тем воздает по от по нашему отношению к нему по отношению к его церкви собрании верующих он видит наши отношения к его телу тем братьям и сестрам которые вокруг нас и все зависит полностью от нас как хорошо когда мы идем на собрание и у нас на сердце милость искренности чистота и бог наполнит даст как давид написал слово воздает поступает бог нам воздает и с нами поступает с милостями ты поступаешь милостиво с мужем искренним искренно с чистым чисто ибо ты людей угнетенных спасаешь ты возжигаешь светильник мой господи бог мой просвещает тьму мою аминь как хорошо что бог знает наше намерение сердце потому что бог возжигает светильник мой господи бог мой просвещает тьму мою почему осторожно дух святой но даже давид написал что не всегда у человека чистые намерения они могут быть откроем все тот же псалом 17 стих 26 по 28 с милостивым ты поступаешь милостиво с мужем искренним искренно с чистым чисто а с лукавым по лукавству его ибо ты людей угнетенных спасаешь а очень надменные унижаешь самым 17 стихи с 26 по 28 иные могут прийти и иметь намерение лукавые очень надменные когда церковь приходят люди лукавые гордые дух святой видит все но бог не только видит он воздает иисус христос глава церкви когда человек приходит церковь он всегда ждет какого-то чуда исцелений помощи освобождения и нередко это происходит самим человеком а также и вокруг него прежде всего мы люди неоднократно убеждаемся что бог есть чудеса исцеления освобождения тоже происходят бог силен как и 2000 лет назад все также дело чудеса но всегда нужно помнить что боксель сильный воздать поступать сила одна с милостивым милостиво с мужем искренним искренно с чистым чисто а с лукавым по лукавству его ибо ты людей угнетенных спасаешь а очень надменные унижаешь именно так сказал давид все это одной рукой одной силой но в чем секрет поступков к нам бога стих 25 и воздает мне господь по правде по чистоте рук моих перед очами его секрет нашем отношении к нему и наши дела перед ним секрет в нашем отношении к церкви его церкви иисуса христа и наши дела в общении святых перед ним откроем послание эфисянам 1 глава стих 21 по 23 превыше всего превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуем не только всем веке но и в будущем и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви которая есть тело его полнота наполняющего все во всем это посланник эфисянам 1 глава стихи с 21 по 23 друзья и сегодня церковь принадлежит иисусу христу он все также является главой и смотрит за всем что происходит церкви за всеми кто приходит церковь и хочет стать членами поместной общины друзья сила и служение духа святого ощутите присутствие святого духа в церкви мы все знаем что делает дух святой сейчас на земле он присутствует и окутывает всю землю и говорит каждому каждому человеку на планете о грехе правде и суде как только человек приходит к богу с верой в иисуса христа тех бог сделает детьми божьими и исполняет наполняет духом святым откроем евангелие от иоанна 14 глава стихи с 15 по 18 если любите меня соблюдите мои заповеди я умолю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек духа истины которого мир не может принять потому что не видит его и не знает его а вы знаете его ибо он с вами пребывает и вас будет не оставлю вас сиротами приду к вам и это евангелие от иоанна 14 глава стихи с 15 по 18 дух святой пришел чтобы помогать служить детям божьим что он и делает он освободил нас от закона греха и смерти и вводит в закон духа жизни безусловно он присутствует в нас освещает ведет по жизни свидетельствует нам и окружающим а в конце времен он воскресит всех людей божьих и освободит во всей полноте все это делает сейчас дух святой дух святой видит все по счастью церкви божией теле христовом общение верующих дух святой присутствует лично он видит все помышления и намерения наши и для некоторых осторожно дух святой становится актуальной друзья мы перед тем как идем церковь должны проверять свои помышления и размышления о церкви телу христовому а тех ближних вокруг нас в нашем общении церкви собрание как и на причастие помните такие случаи из библии которые были показаны не чистые поступки людей это например деяние 8 глава 9 стих находился же в городе некоторый муж именем сима который перед тем волховал и изумлял народ самарийский выдавая себя за кого-то великого который хотел получить духа святого за деньги анания и сапфира хочу посмотреть более детально на случай с анания и сапфирой откроем книгу деяния 5 глава стихи из 3 по 5 но петр сказал анания для чего ты поступил для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать духу святому и утаить из цены земли чем ты владел не твое ли было и приобретенное продажи не в твоей ли власти находилась для чего ты положил это в сердце твоем ты солгал не человеком о богу услышав сии слова анания пал бездыханин и великий страх объял всех слышавших это это книга деяния 5 глава стихи из 3 по 5 и это было все в иерусалиме причем было пробуждение покаяние в неверии и спасение через воскресение иисуса христа и вот эти люди начали собираться продавать свои имения и покрывали нужды друг друга как это было прекрасно скажите амин друзья вместе с тем анания и его жена захотели иметь то что дал воздал и как поступил бог с варнавой хотели также приобщиться к этому но никто не заставлял их это делать продавать дом на самом деле не искренность поступках грех против бога сбиваясь на пути лыжи мы грешим против духа святого движущего нашими сердцами искренность поступках откровенно сказать искренность наших поступках это любит бог идя по дороге искренности и чистоты с богом мы искренне и чисты с духом святым который движет наши сердца на сегодня я заканчиваю в следующем видео мы поговорим более детально об анании и сапфире как бы там ни было сегодня мы путешествовали во времене смотрели что говорит апостол павел о чистоте и лукавстве более того мы еще много будем говорить на темы бога иисуса христа духа святого подписывайтесь будем вместе путешествовать по страницам слова божьего в современном мире пожалуй сегодня я заканчиваю если вам понравилась записи ли вы получили слово откровения духа святого конечно поставьте лайк когда вы ставите лайк мне нравится или делитесь рассказать друзьям в результате вы помогаете служению спасения и распространению божьего слова подписывайтесь делитесь и передавайте привет братьям и сестрам аминь